всем привет вы на моем канале вязание меня зовут Люба и сегодня мы вяжем вот такую интересную полукруглую сумочку крючком интересным узором похожим на колоски такой интересный аккуратно получается центральная часть узор по сути это двусторонний но отличается эти две стороны вот начало вязания то есть это изнаночная сторона а это лицевая очень аккуратно я вязала крючком четыре с половиной миллиметра можно вязать любым другим крючком которым вам удобно вязать здесь главное чтобы вы выбрали для себя подходящую плотность вязание я вязала эту сумочку из полипропиленного шнура король от производителя город пряжи ссылку и промо-код я оставлю в описании к видео на экране вы видите промо-код который вам дает скидку на заказ этого шнура характеристики шнура длина в одном таком пакетике 100 метров вес 250 280 грамм тут но где-то усредненный размер ширина нити 6 миллиметров шнур этот без сердечника у меня цвет бордовый я бы даже сказал это такой не бордовый цвет какой-то винно-красный очень интересно с таким кирпичным отливом вот видите солнышко попадает на вот эту детальку и видно вот этот лиф шнур мне понравился он хорошо скользит и хорошо держит форму поэтому обратите внимание на этого производителя из одного такого пакетика у меня получилось связать одну половинку основной части нашей сумки будущей и клапан я покажу в этом видео как связать и вот эту основную деталь и как связать клапан но клапан вяжется точно так же как и основная деталь только единственно у нас центральная часть набирается с меньшим количеством петель также для этой сумочки можно подобрать вместо вязаного клапана кожаный я оставлю здесь примеры этих клапанов смотреться с кожаной фурнитуры им будет конечно намного интереснее богаче поэтому рассмотрите любые варианты и ссылку на эти клапаны кожаные этого также оставлю в описании к видео посмотрите может быть что-то для себя подберете в моем варианте будет портфельный замочек либо можно использовать вот таком пришивную магнитную кнопочку то есть если вы не хотите использовать например замочек я посмотрю какой замочек будет у меня в моей сумке возможно вам понадобится игла для шивания трикотажных изделий для того чтобы прикрепить клапан к основной детали сумки ну и соответственно ножницы обязательно нужны и так примерный размер нашей будущей сумочки ширина основной детали 20 сантиметров высота пока что примерно 22 с половиной сантиметра то есть получается достаточно такой средний размер такую сумочку войдет кошелек какие-то небольшие документы и немножко больше поэтому можно за счет вывязывания вот этой центральной части регулировать длину и ширину вашей будущей сумочки можно связать и даже небольшую сумочку клатч на ваше усмотрение этот шнур можно вязать как из пакета непосредственно нить не перепутывается можно ее перемотать в моток поэтому как вам больше нравится итак начало нашего вязания на основную часть на центральную часть основной детали вот она мы сейчас будем вывязывать то количество петель которого у меня представлена в моем образце нам необходимо оставить длинный кончик примерно нужно три длины вот этой центральной части примерно лучше взять запасом чтобы где-то не просчитаться потому что материал из которого мы вяжем у всех разной плотность вязания манера вязания у всех разное поэтому лучше взять с запасом я взяла с запасом у меня примерно 60 70 сантиметров кончик вот он у меня вверху располагается рабочая нить внизу и так берем крючок и делаем первую петлю вот таким образом все первая петля готова сильный мы ее не затягиваем но и слабо она не должна быть то есть не дал не должно быть каких-то отверстий достаточно вот плотненько но не сильно зажата и не слишком слабо эта петля у нас также будет в работе начальный ряд вязания буду набирать своим любимым способом от шнура для того чтобы у нас по центру нашей сумки не было дополнительных каких-то лишних отверстий и так делаю накид на крючок кончиком вот он кончик сзади наперед этот способ у меня подробно расписано вывязывание овала здесь оставлю ссылочку посмотрите может быть нужен для вязания овал идеальный и так делаем накид сзади наперед кончиком и основной нитью вот эти две образовавшиеся петли провязываем через две основной нитью снова накид кончиком сзади наперед основной нитью провязываем две петли накид особо здесь за положением нить и можно не следить и так первая наша петля 1 2 3 4 и того нам нужно набрать таких 15 петель вот эту первую петлю мы тоже учитываем 1 2 3 4 и еще 11 5 6 вяжем на необходимую вам высоту я вяжу 15 таких петель такой получается вот как бы шнурочек и так вот такой шнурок из 15 петель у меня провязан включая повторюсь вот этот самый первую самую первую петлю и так а у меня остался вот такой кончик примерно 15 сантиметров у вас возможно останется чуть меньше чуть больше он нам не будет особо вмешать в работе и так у нас провязан шнурок делаем воздушную петлю то есть это как бы петля подъема и берем вот этот шнурок горизонтально разворачиваем наш шнур на себя косичкой вот у нас отходит крючок косичка на себя чуть немного разворачиваем на себя и и у нас идут два ряда вот таких вот изнаночных перемычек нас интересует первый ряд и так можно сразу же по ходу вязания спрятать вот этот кончик я не буду его прятать я потом его спрячу и так в первый столбик в первую косичку вот у нас то есть вот это у нас воздушная петля мы и не считаем вставляем крючок в первую косичку и заднюю перемычку вот которая перемычка находится за косичкой и захватываем рабочую нить сейчас мы следим за положением нити то есть если у вас плоский шнур то обязательно следите за положением нити несмотря на то что этот шнур я не скажу что он прямо плоский но ложится вон именно так вот видите плоско поэтому за положением нити мне обязательно нужно следить если вас круглый шнур то он у вас всегда будет ложиться ровненько далее первый столбик мы провязали вставляем крючок вот в эту уже провязанную петлю вот таким образом и вставляем крючок следующую косичку и перемычку вот она то есть мы сейчас уже начинаю вывязывать узор следим за положением нитью нити 3 петли на крючке рабочую нить захватили протягиваем через 3 петли крючок смотрите несмотря на то что я слежу за поворотом нити ведь она у меня как бы немного развернулась это не страшно мы немного поправляем таких поворотов будет немного поэтому но их поправить не сложно и достаточно быстро далее мы в крайне вот эту вот немного наклоненную петлю снова вставляем крючок следующую косичку вот это у нас косичка провязана следующую косичку вот в эту заднюю перемычку захватили рабочую нить вытянули 3 петли на крючке вот эти петли сильно затягивать не нужно иначе у нас узор будет слишком перетянут захватываем рабочую нить протягиваем через 3 петли рабочую нить и так вяжем до вот этой самой первой петли вставляем крючок в крайнюю петлю в косичку и перемычку одновременно вот она захватили рабочую нить вытянули и провязали это вид с изнаночной стороны что у нас получается и вяжем до конца вот этой половины то есть в первую петлю провязанную в косичку и перемычку 3 петли на крючке и протягиваем через три рабочую нить то есть вот у нас такой узора уже получается вот что у меня получается я довязала почти до конца вот она у нас самая первая петля вот она мы ее тоже сейчас задействуем работе и так на этой петле мы будем делать разворот на следующую сторону и так вставляем крючок вот в эту уже провязанную петлю вот в эту первую самую петлю ставили вытягиваем петлю рабочую нить захватили через три петли мы провязываем протягиваем получается рабочую нить снова в провязанную петлю мы вставляем крючок в эту же петлю которую мы только что провязали мы вставляем снова крючок вытягиваем вторую петлю то есть не вторую петлю а второй столбик вот это вот косым узором 3 петли на крючке рабочей нитью протягиваем через три петли и снова уже провязанную петлю вставляем крючок снова в эту же петлю мы вставляем уже провязана третий раз крючок затем захватываем рабочую нить 3 петли на крючке рабочей нитью протягиваем через три петли то есть мы сейчас сделали разворот на вот эту половину нашей сумки с этого края у нас всегда будет 3 прибавки для того чтобы сделать равномерное распределение петель из ряда в ряд у нас будет прибавление из трех петель в первом ряду мы уже сделали прибавление и так уже провязанную петлю вот она вставляем также крючок следующую петлю вот она у нас идет вот виде косички вот она это провязанная вот сюда мы вставляем крючок под обе половинки косички вот так захватываем рабочую нить вытягиваем петлю 3 петли на крючке то есть продолжаем вязать таким же образом наш узор мы развернулись на другую сторону и продолжаем точно также вязать снова в провязанную петлю вставили крючок за две половинки косички вставляем крючок у нас как бы получается за две половинки а то есть в ту же петлю которая у нас уже выходит вот она не переживайте отверстие не будет вместо достаточно плотная получается вот так вот раз два три накидываем рабочую нить протянули провязанную петлю вот под эти половинки в центр вот она то есть как бы под две половинки косички и под ней еще там такое сплетение нить и вот вид с изнаночной стороны так я думаю будет понятнее как должен выйти крючок вот так вытянули до конца этого ряда мы вяжем все тем же узором в центр вот этой вот провязанные петли то есть под косичку в центр уже вырезанные петли не забывайте разворачивать нить чтобы за ним было аккуратно и вот такой вот получается у нас узор видите вот эти вот две петли мне немного развернулись поправили подтянули поправили все узора ляжет равномерно и никаких отверстий в центре просто нет вяжем до конца я практически дошла до конца вязания вставляем снова вот в эту перемычку в эту петлю наш крючок вот у нас идет как бы поворот на следующий на другой стороне то здесь у нас идет с этой стороны скругление здесь у нас идет прямая сторона вставляем крючок то есть вот видите вот это вот как бы касая петля с этой стороны сюда в центр и провязываем столбик как обычно все до конца ряда мы этого довязали то есть первый ряд у нас закончен мы закрываем наши петли воздушной петлей все разворачиваем наше вязание мы переходим сейчас на изнаночную сторону то петля которая у нас уже была сейчас только что провязана вот она вот она эта косичка мы сюда вставляем вот вот сюда вставляем крючок вытягиваем рабочую нить и две петли провязываем вместе развернулась поправили вставляем вот в эту провязанную петлю снова крючок под две половинки косички здесь уже просто по две половинки косички вот просто вот по две половинки косички узор это достаточно плотный 3 петли на крючке провязали то есть тот же самый узор мы вяжем снова следите за поворотом за положением нити сейчас нам даже более важно расположение нити вот с этой стороны то есть как бы мы сейчас вот с этой вяжем с на ночной стороны разворачиваем до ней но не должна лежать аккуратно именно вот с этой с лицевой стороны поэтому периодически поглядывайте как у вас лежат вот эти вот столбики я дошла до поворота до нашего скругления где у нас провязана в одну петлю 3 столбика сейчас в каждую из этого столбика в каждую вот косичку нам нужно провязать по два таких же столбик мы делаем здесь прибавление из трех петель также вставляем в провязанную петлю уже крючок под следующую косичку захватываем рабочую нить 3 петли на крючке протягиваем рабочую не через 3 петли в провязанную петлю снова вставляем крючок и сюда же вот видите отверстие вот она сюда же вставляем крючок то есть мы делаем здесь удвоение протягиваем нить так следим за положением нити все первое удвоение мы сделали следующую петлю также мы делаем провязываем 2 столбика 1 захватываем провязанную петлю сюда же вставляем крючок и протягиваем рабочую нить через 3 петли так следующий столбик нас интересует мы его также удваиваем она сюда же 2 то есть мы сделали из трех петель 6 осталось довязать один столбик вот так вот он самый последний столбик по две половинки и вяжем наш узор все делаем закрепительную петлю воздушную все верхушка у нас 2 ряда провязана вот так выглядит деталь что было удобнее видно это изнаночная сторона сейчас мы снова переходим на вывязывание третьего ряда с лицевой стороны если вы видите какие-то недочеты вязание но где-то перекручены вот эти видимые петли то можно периодически их там где-то подправлять но обычно вывязывается все достаточно ровно с первого раза но где-то перекрут и они попадаются по получаются и так я развернулась на лицевую сторону до петля которая у нас уже провязана вот откуда у нас выходит вот это вот петля вот она вот эта петля сейчас интересует сюда вставляем крючок и вяжем вот эту первую нашу чуть наклоненную петлю готова в эту петлю которому только что провязали вставляем крючок и точно таким же узором мы вяжем нашу сумку то есть узор поставил постоянно повторяется из ряда в ряд узор двусторонний только единственная разница вот в центральной части сейчас нам нужно сделать в этом месте также три прибавления вот можем проверить если вы где-то сомневаетесь вот они удвоенные наши столбики в один из этих удвоенных столбиков мы должны провязать также удвоенный столбик и так берем первый столбик и провязываем сюда 2 так нет захватываем не провязана и вот в этот первый столбик я провяжу два удвоенных столбика то есть также за нить и сюда же провязываем тут я думаю принцип понять мне немного сейчас засвечивается видео потому что садится солнце так наверно лучше будет и так сюда же уже провязана нить мы провязываем вставляем крючок следующий столбик мы провязываем одну один такой столбик провязали следующий столбик мы провязываем два таких наклоненных столбика один провязали 2 следующий вяжем 1 сейчас у нас как бы получается прибавление над прибавлениями но в дальнейших рядах желательно потом будет делать вот над этими одинарными столбиками вот видите двойной одинарный двойной сейчас мы провязали одинарный и так мы провязали двойной одинарный двойной одинарный столбик и сейчас мы с провяжем еще раз одинарный столбик мы не будем сейчас мы провяжем еще один одинарный столбик то есть немного несимметрично получится но в изделии будет незаметно и в следующем мы провяжем удвоенный сейчас покажу расскажу вернее зачем мы это сделали раз и вот сюда же мы вяжем 2 удвоенный столбик здесь удвоенный столбик одинарный удвоенный здесь два одинарных здесь удвоенный мы пропустили здесь специально два одинарных столбика для того чтобы вот эти вот прибавления были максимально симметричны чтобы сумка потом в дальнейшем она не имела ни углов ни каких-то перекосов поэтому здесь прибавление желательно делать симметрично иногда получается но как бы не совсем да то есть одинарный двойной одинарный двойной здесь большой промежуток это потом в готовом изделие будет незаметно и в следующем ряду то есть мы будем вязать уже получается с изнаночной стороны мы должны сделать прибавление также постараться сделать эти прибавлений также симметрично но желательно не делать прибавление над прибавлениями то есть вот у вас будут одинарные столбики вот например одиночные здесь одиночный и вот здесь мы возьмем одиночный да то чтобы у нас прибавления были разбросаны то есть не смотрите что между например с двойными столбиками следующем ряду будет не 2 например а 3 одиночных столбика думаю это понятно и так вяжем мы сейчас нашу сумку на необходимую нам ширину и на необходимую длину в моем случае связано 7 рядов вот он 1 2 3 4 5 6 и 7 то есть в моем случае 7 рядов и я на 2 своей детали будут также вывязывать 7 рядов встречаемся когда будем переходить от центральной части сумки на наши боковинки все я довязала вторую половинку нашей сумки это ее лицевая сторона еще они не отглажены можно уже сейчас на этом этапе отпарить детали и все какие-то неровности они выправятся и будет красиво смотреться вот так выглядит лицевая часть сейчас мы будем вывязывать боковинки каждой детали у одной детали у меня уже вывязана боковиночка сейчас скажу как вывязать ее на вот этой детали всего у меня получилось 7 рядов вместе вот с этим центральным рядом 1 2 3 4 5 6 7 и по прибавления сейчас еще пару слов скажу я из ряда в ряд не делала каких-то подсчетов сколько нужно одиночных столбиков между прибавлениями знаете что вот у нас идет скругление вот она видите ниже крючка и в каждом ряду у нас должно быть по 3 прибавления то есть по 3 двойных столбика по 3 удвоенных столбика и мы их распределяем с таким образом чтобы у нас получался вот такой ровный сделали петлю подъема перешли на изнаночную сторону и крючок сейчас вставляем вот в эту первую полу косичку вот ведь у нас как бы сейчас она выглядит вот эти вот петли столбики вот она двойная косичка за которым мы обычно вязали вот они и нам нужно спуститься как бы на ряд ниже вставляем крючок под вот эту косую петлю и под одну половинку полу петли поближе покажу то есть вот под косую и как бы в центр косички снизу наверх и также вывязываем таким же узором за счет этого узора у нас получается плотная стенка вот этой боковинки боковинка получается достаточно плотно хорошо держит форму и так вставляем крючок как обычно то есть мы вяжем обычный узор уже за провязанную петлю за вот эту косую петлю наряд ниже и в косичку снизу вверх за одну половинку то есть мы выходим как бы вот по краю вот этой косички по центру я думаю видно и так вяжем до конца ряда без прибавлений нас вот этой полукруглой части то есть просто столбики вывязываем без прибавлений в каждый столбик по одному при необходимости разворачивайте нить чтобы она ложилась аккуратно свяжем обычным узором до конца ряда единственное захватываем не одну не как обычно косичку а полу косичку и половинку на ряд ниже и так провязываем последний столбик то есть как бы мы сейчас уже дошли до самого конца но у нас видите при вывязывании боковинки мы должны связать еще на один столбик польши для того чтобы стенки боковинки сумки были ровными все теперь у нас все ровно делаем закрепительную петлю хорошо и здесь нужно закрепить и с этой стороны я закрепила и отрезала нить и ее нам нужно уже сейчас вот все эти кончики спрятать с изнаночной стороны с одной стороны с одной половинки сумки я не отрезаю нить то есть мы оставляем ее длинной и вот этой нитью мы будем сейчас этим две половинки сумки соединять вот еще какой хороший моток у меня остался от вязания этой сумки то здесь чуть меньше половины мотка ставили крючок вот она за самую крайнюю перемычку вот она и протягиваем сейчас рабочую нить через вот эти две петли которые у нас на крючке все то есть мы сейчас немного закрепили и вот эту петлю мы лучше подтянем хорошо сейчас вставляем крючок за одну половинку косички верхней например детали либо нижней как удобнее за половинку косички нижней детали в моем случае за верхнюю эти и через три петли на крючке мы протягиваем рабочую нить мы сейчас делаем соединение наружное соединение деталей снова за одну половинку косички за другую половинку косички захватываем рабочую нить протягиваем через три петли на крючке и так до конца ряда подтягиваем вот эту нить чтобы вот эта косичка не была слишком слабой ее нужно достаточно так хорошо закреплять но и слишком стягивать не нужно чтобы сумка у нас не стянулась то есть такой как бы средний вариант натяжения все и таким образом довязываем по окружности нашей наших деталей и встречаемся в конце и так я довязала до конца сейчас вытягиваем вот эту рабочую нить сильно вытягивать ее не нужно примерно сантиметров на 10 отрезаем шнур не забывайте вот эти кончики все опалить плавится полипропиленовый шнур очень хорошо чтобы не обжечь все остальное шнур нам уже не нужен у нас остался такой кончик мы его сейчас закрепляем любым удобным способом вот наша сумочка ее основная часть готова вот так выглядит ее боковинки вот она боковинка я специально делала такой как бы бесформенную сумку без четких границ если вы возьмете крючок меньшего номера то у вас получится достаточно жесткая сумка то есть не такая мягкая как в моем случае мне наоборот хотелось вот такой как бы сумочку мешочек потому что вещи которые я обычно использую в таких вот небольших сумках но где-то не мне выпирает и за счет того что сумка будет более такая пластична форму она не будет то есть сумка не будет выглядеть более так как-то бесформенно в качестве клапана для сумки конечно лучше использовать какой-то кожаный клапан либо из кожи заменителя так вот выглядит изнаночная сторона у меня в данном случае коричневая с орнаментом нанесенным вручную вот таким образом пришиваем клапан той же нитью можно нитью в цвет клапана и вот так вот примерно это будет все выглядеть с кожаной фурнитурой конечно вязаные сумки они выглядят более интересно что ли богаче поэтому вы смотрите на свое усмотрение как вам больше нравится то есть вот предлагаю такой вариант но в моем видео мы будем вязать точно такой же клапан как и наши вот эти детали для сумки только в центральную часть клапана я связала не 15 столбиков а 12 то есть он получился поменьше по этому мастер-классу вы сможете связать сумку любого размера абсолютно можете связать так вот более полукруглую можно ее связать еще поменьше то есть можно связать вообще сумочку малышку и скорее всего вы уложитесь вообще в один моток полипропиленового шнура вот такого и так для присоединения клапана к основной части сумки я буду использовать трикотажную нить и не сказала сколько рядов я связала в клапане здесь у меня связано 6 рядов то есть нара на ряд меньше чем основная деталь сумки вот так вот и сейчас при помощи трикотажной иглы я буду ее пришивать показывать этот момент я не буду потому что все это делается достаточно быстро поэтому вы справитесь и без видео все сумка моя готова в качестве замочка можно использовать например вот такой портфельный замок можно использовать магнитную кнопку на ваше усмотрение что вам больше нравится изнаночная сторона сумки покажу сейчас как я пришила клапан клапан я пришила обычными стежками за удобное место постаралась подобрать центры ряд к ряду но можно сшить эти детали более аккуратно я немножечко торопилась поэтому я все-таки перешью этот клапан и чтобы вот эти вот стежки были например одинаково наклонены и тогда сумка будет просто как будто связана единым полотном поэтому постарайтесь пришить этот клапан поаккуратнее я специально не стала отрезать нить чтобы потом перешить выпускаю уже видео поскорее для вас и так затянула с выпуском этого видео в качестве фурнитуры мы также используем кольца карабины в качестве ручки я взяла вот такую интересную белую пластиковую цепь можно взять кожаную фурнитуру но так как клапан у меня в моем случае вязаный поэтому я решила взять просто оригинальную цепь если клапан у вас будет к примеру кожаный то конечно лучше взять кожаные кожаную ручку размер готовой сумки то есть вот от верхней точки клапана до самого низ у меня получился 24 сантиметра ширина по крайним точкам сумки сейчас я выровняю по крайним точкам вот они где-то 20 с половиной сантиметров если мы ее так вот сделаем более плоской то тогда будет где-то 23 сантиметра сумка у меня получилось достаточно большая еще раз повторюсь за счет регулировки вот этой центральной части основного наборного ряда вы можете регулировать размер вашей сумочки ее можно сделать намного меньше либо больше как вам захочется если этот видео урок был для вас интересен и полезен не забывайте поставить пальчик вверх подписаться на мой канал и до встречи в новых видео пока